Студия Зоверип Интернейшнл Представляет Фильм Валерия Авторова История европейского хоккея Чемпионат мира Европы 1933 года Это седьмой чемпионат мира и одновременно 18 чемпионат Европы по хоккею с шайбой, который проходил в Чехословакии с 18 по 26 февраля. 12 команд приняло участие в Праге. За исключением команды Швеции, чемпионы Европы прошлого года, на турнир прибыли все сильные сборные Старого Света. А также две сильнейшие североамериканские команды, сборные Канады и США. К чемпионату мира был выпущен официальный плакат в виде хоккеиста в синей форме и красных трусах. Были и другие плакаты, посвященные мировому хоккейному первенству. А также были отчеканины медали, причем как европейского первенства, так и мирового, которые значительно отличались друг от друга. На конгрессе Международной лиги хоккея на льду, были внесены изменения в правила, разрешающие теперь делать передачи вперед на всех участках площадки. Все матчи состоялись в Праге и прошли на новом стадионе с искусственным льдом на Ставнице, островке, находящемся на реке в Лтаве, бегущей через столицу Чехословакии. Прошлый чемпионат мира, был приурочен к Олимпийским играм, где приняло участие всего 4 команды. Теперь же, из-за большого количества участников, была изменена формула проведения чемпионата. 10 европейских команд были разбиты на 3 группы. В одной группе было 4 команды, а в двух других по 3. Сильнейшие сборные Канады и США были освобождены от игр первого раунда. Далее, по 2 сильнейших сборных из каждой группы выходили во второй раунд турнира, на котором к ним присоединялись сборные Канады и США. В этом раунде 8 сборных, поделенные на 2 группы по 4 команды в каждой, определяли 4 сильнейшие сборные, которые и разыграли между собой первое место, с полуфиналами и матчем за третье место. Все выбывшие ранее команды также разыграли между собой итоговые места чемпионата. Чемпиона мира, сборная Канады, на этот раз была представлена хоккейным клубом, Toronto National Sea Floyd, что в переводе обозначает, национальные морские блохи из Торонто. Эта команда в 1932 году, выиграла Куба Каллана под руководством тренера Гарри Уотсона, который в качестве игрока выиграл золотую олимпийскую медаль 1924 года, с Торонто Гранитес. Однако, Уотсон ушел с поста главного тренера перед самым чемпионатом мира 1933 года. Его заменил, Гарольд Эдвин Баллард, который и повез команду в Прагу. Что касается другой североамериканской команды, сборной Соединенных Штатов Америки, то она была представлена хоккейным клубом, Massachusetts Rangers. Это любительская хоккейная команда из Бостона, штат Массачусетс. Команда состояла в основном из хоккеистов Бостонского колледжа. Итак, Прага. 18 февраля 1933 года. Президент Международной Федерации Хоккея на льду, Коль Луак, открывает чемпионат мира 1933 года в Праге. Я приветствую, все хоккейные фэнты. Группа А. В первом матче сборная Чехословакии разгромила команду Румынии со счетом 8-0. 29-летний форвард из пражского хоккейного клуба «Лаун Теннис Клуб» Йозеф Маличик забросил сразу пять шайб в ворота румын и помог хозяевам турнира сборной Чехословакии начать чемпионат с крупной победы. Также по одной шайбе забили Алоис Цитковский, Карел Громадко и Томас Швиговец. В параллельном матче сборная Австрии нанесла поражение команде Италии, забив три безответных шайбы. За команду Австрии отличились Фридрих Демор, 16-я минута, Жакуз Дитрихштейн, 23-я минута и Ханс Эрхн, 33-я минута. На следующий день, 19 февраля, сборная Италии нанесла поражение команде Румынии. На 14-й минуте счет открыл Джованни Марио Барани, а на 27-й минуте победную шайбу забил Карло Демот Сирий. В другом матче, при 12 тысячах болельщиков, встречались сборные Чехословакии и Австрии. Напомним, что Австрия на тот момент была вице-игрс чемпионом Европы. На 13-й минуте, Карел Громадко, вывел сборную Чехословакии вперед. Однако, уже на 15-й минуте австриец, Фридрих Демор, сравнял счет в матче. И все же на 27-й минуте свой дубль оформил 27-летний, Карел Громадко, игравший в одной тройке с Йозефом Малечиком и Иржи Тожичкой. В итоге 2-1 в пользу сборной Чехословакии. Таким образом, сборная Чехословакии вышла на первую строчку в группе А. На фото команда сборной Австрии перед матчем с Чехословакией. И здесь австрийцы явно были фаворитами. А это фотокадр из матча, Чехословакия, Австрия. Команда Австрии играет в темно-полосатой форме. Команда Чехословакии после победного матча, и как мы видим, команда играет в форме хоккейного клуба «Лаун Теннис Клаб», и доволен своим результатом вратарь Ян Пека. В третьем туре австрийцам было необходимо обыдывать Румынию, чтобы выйти в следующий раунд, что команда и сделала. Четыре шайбы у австрийцев, практически гарантировавших себе выход в полуфинал, забросил Карл Кирфбергер. По одной шайбе забили Ханстатсер, Ханцер и Фридрих Демор. У Румынии одну шайбу на четвертой минуте забил Паулу Анастасию, сравняв счет 1-1. А в итоге Австрия выиграла со счетом 7-1, обеспечив себе выход из группы. Что касается сборной Чехословакии, то команда досрочно обеспечила себе выход из группы с первого места. Три результативных очка Йозефа Малечика принесли хозяевам турнира третью победу на предварительном этапе. Хоккеисты Чехословакии играли легко и непринужденно, обыграв Италию со счетом 3-1. Сборная Чехословакии, набрав 6 очков, уверенно заняла первое место в своей группе. Сборная Австрии также показала себя с хорошей стороны, проиграв лидеру лишь в одну шайбу. И мы видим, что сборная Италии и Румынии, очень слабо сыграли с явными фаворитами на этом турнире. Обе команды сыграют в утешительном турнире за 9-12 места. Группа Б Сборная Германии, занявшая четвертое место год назад на чемпионате Европы, при этом забросив лишь три шайбы в четырех матчах, начала чемпионат с уверенной победой над бельгийцами. Дубль оформил 22-летний Руди Барь. Также по шайбе забили Густав Янеке, открывший счет в матче, Мартин Шретля, Хорста Арвановски и Ханс Ланг. Фото матча на ваших экранах. Защищается команда Бельгии. В следующем матче сборная Германии переиграла команду Польши, победив со счетом 2-0. Обе шайбы у немцев забросили их лидеры, Густав Янеке и Руди Байль. Фото матча, Германия-Польша. Поляки отбивают одну из атак Германии. Таким образом, сборная Германии заняла первое место в своей группе. В заключительном матче этой группы, даже ничья выводила сборную Польшу на второе место, что не помешало полякам вырвать победу, забив единственную шайбу в середине третьего периода. На 37-й минуте отличился Анджи Волковский. Ну а что касается сборной Бельгии, то заняв последнее место в предварительной группе первого раунда, команда переходит в утешительный турнир. В своем дебютном матче на чемпионатах мира сборная Латвии уступила более опытной сборной Швейцарии. Рихард Ториани забросил первые две шайбы у швейцарцев, которые уже к восьмой минуте повели 3-0. Гол забил Питер Мюллер, а еще по шайбе забили братья Фердинанд Катини и Ханс Катини. Первый гол у латышей на чемпионатах забил 20-летний Адольф Петровскис. На исходе встречи, играя в большинстве, а итоговый счет 5-1 в пользу Швейцарии. 19 февраля встречались команды Швейцарии и Венгрии. Единственная шайба на 28-й минуте 21-летнего форварда Рихардо Ториани, выигравшего бронзу Олимпийских игр 1928 года, принесла сборной Швейцарии вторую победу и первое место в группе С. В последнем матче этой группы, 20 февраля, сборная Венгрии добилась победы над сборной Латвии со счетом 3-0 и финишировала на втором месте в группе. Дубль у победителей оформил 25-летний Шандер Миндер, а третью шайбу забросил Шандер Миклош. Ну, а команда Латвии отправляется выявлять отношения в утешительном турнире. 21 февраля стартовали матчи второго раунда. Напомним, что к шести лучшим командам, прошедших квалификацию первого раунда, на втором этапе присоединились сборные Канады и Соединенные Штаты Америки. Во втором раунде восемь команд играли в двух группах. Две лучшие команды из каждой группы выходили в полуфинал. В первой группе Сухарь вратаря Чехословакии, Яна Пейки, принес сборной Чехословакии победу над сборной Польши и повысил для хозяев турнира шансы на выход в полуфинал. Агулом отличился на четвертой минуте. Иржи Тожечко. 1-0 в пользу Чехословакии. В параллельном матче команда Швейцарии выдержала атаки сборной США в первом периоде. Но со второй двадцатиминутки все встало на свои места. И американцы, у которых дублями отметились, 23-летний защитник Бен Лангмель и 26-летний нападающий Уинтера Палмер стартовали на чемпионате с крупной победы. 7-0. Второй тур США-Польша. Три быстрых шайбы в течение трех с половиной минут в конце первого периода предрешили исход встречи в пользу сборной США. Итоговый счет 4-0 в пользу Соединенных Штатов Америки. Второй дубль на турнире сделал 26-летний Уинтера Палмер, блиставший в сборной США также год назад на Олимпиаде в Лейк-Плесиде. Интересно, что на этот матч американцы вышли в разной форме. Некоторые хоккеисты играли в светлой форме, а некоторые – в форме хоккейного клуба «Массачутэс Рейнджерс». Чехословакия, Швейцария. Хозяева турнира, сборная Чехословакии одержала пятую победу подряд, гарантировав себе место в полуфинале. 38-летний голкипер ветеран чехословакской команды Ян Пека в третий раз в пяти матчах отстоял на ноль. Одним голом на 28-й минуте в этом матче отличился Йосиф Малечик. В третьем туре встречались сборные Швейцарии и Польши. Швейцария победила со счетом 3-1. Рихард Ториани в этом матче набрал 2 очка. 1-1. Таким образом, эта победа позволила сборной Швейцарии занять третье место в полуфинальной подгруппе и шанс побороться за пятое место на чемпионате мира и за третье на чемпионате Европы. Соединенные Штаты Америки, Чехословакия. Победная серия сборной Чехословакии закончилась на пяти играх. Судьба встречи решилась в начале второго периода, когда американские хоккеисты забросили три шайбы в течение двух с половиной минут. Нападающий команды США Уинтер Палмер оформил свой третий дубль на этом чемпионате. Сборные Соединенных Штатов Америки и Чехословакии вышли в полуфинал чемпионата мира. Второй раунд. Группа Б. Австрия, Венгрия. Основное время закончилось в ничью 0-0. Затем был назначен овертайм. А в итоге, хоккейный марафон закончился лишь на седьмой минуте третьего овертайма. Благодаря голу 24-летнего австрийца Ханса Троутенберга, забившего свой первый гол на чемпионате 1-0 в пользу Австрии. Сборная Канады начала свое выступление на чемпионате мира с уверенной победой 5-0. В этом матче три очка, 1 плюс 2, набрал 27-летний Кенни Кейн. И дублем отметился 23-летний Клеер Мак Интайр. Второй тур. Германия, Венгрия. Дубли 32-летнего Мартина Шрёдля и 22-летнего Руди Бали, а также третий шат-аут на турнире молодого 20-летнего голкипера Вильгельма Эйгенгера, принесли сборной Германии довольно уверенную победу над командой Венгрии. 4-0. В параллельном матче встречались сборные Канады и Австрии. И снова у канадцев отличился Кенни Кейн, набравший на сей раз два очка. 1 плюс 1. А итоговая победа в пользу Канады. 4-0. 23 февраля завершались матчи второго раунда. Канада, Венгрия. Канада победила со счетом 3-1. Победу, а с ней первое место в группе сборной Канады помог одержать защитник Джон Херн, оформивший дубль. В поединке Австрия-Германия решалась судьба путевки в полуфинал. Команды чуть было не доигрались до овертайма. Лишь за 4 минуты до конца основного времени победу сборной Австрии принес герой матча против Венгрии Хан Страут Тенберг. А за 2 минуты до окончания матча Карл Киркбергер увеличил счет. 2-0 в пользу Австрии. Сборные Канады и Австрии вышли в полуфинал. Неожиданностью стало непопадание в четверку сильнейших сборной Германии. Итак, переходим к утешительным матчам. Четыре команды оспаривали 9-е, 12-е места. В одном из матчей встречались Румыния и Бельгия. Хоккеисты Бельгии повели в счете. Дважды отличился Пьер Ван Рейсхотт. Однако, потеряв в середине первого периода своего основного вратаря, Гектора Шота, бельгийцам пришлось использовать в качестве голкипера, защитника, Франсуа Франко. А затем у Бельгии получил травму и выпал из игры нападающий Веливан Рампая. В итоге, бельгийцы потеряли и преимущество в две шайбы, потерпев третье поражение подряд на турнире. 3-2 в пользу Румынии. В матче Латвия-Италия, 28-летний нападающий Арвид Югренс забросил две шайбы. Одну в начале матча, другую под его занавес. 19-летний голкипер Херберт Кушке сохранил свои ворота в неприкосновенности, и сборная Латвии одержала первую победу в своей истории на чемпионатах мира. В матче за 9-е место играли Румыния и Латвия. Единственный гол Константина Контакузя, капитана команды, склонил преимущество на сторону сборной Румынии, которая после победы финишировала на 9-м месте. Латыши остались 10-ми. Матч Италия-Бельгия не состоялся ввиду отказа сборной Бельгии. По итогам соревнования, сборная Италии заняла 11-е место. А последнее 12-е место получила сборная Бельгии. В матче за 7-е место встречались сборные Венгрии и Польши. За минуту до финальной сирены Венгры сравняли счет в матче. Матч закончился в ничью 1-1. И так как времени на овертайм просто не было, ничейный результат было решено оставить окончательным. Обеим сборным присуждено 7-е место. 5-е место разыгрывали сборные Германии и Швейцарии. В основное время команды также сыграли в ничью 1-1. Обеим сборным присуждено 5-е место. Кроме того, и немцы, и швейцарцы стали третьими на чемпионате Европы. Финальный раунд Полуфинальные матчи состоялись 25 февраля. В матче Канада-Чехословакия сенсации не произошло. Чемпионы мира переиграли европейцев со счетом 4-0. Во втором полуфинале, где играли сборные США и Австрии, также сенсации не произошло. Североамериканцы обыграли хоккеистов Австрии. И тоже со счетом 4-0. И вышли в финал. Американец Уинтер Палмер отличился в этом матче трижды. 26 февраля состоялся матч за 3-е место чемпионата мира. И это же, одновременно, был в финал чемпионата Европы. Встречались сборные Чехословакии и Австрии. Основное время матча закончилось без результативной ничьей, овертайм также не принес результата. И лишь во втором овертайме, Йозеф Малечек, в течение одной минуты забил две шайбы, вследствие чего, чемпионами Европы стали спортсмены Чехословакии, скромные со вкусом обыграв Австрию со счетом 2-0. Таким образом, сборная Чехословакии в шестой раз становится чемпионом Европы по хоккею с шайбой. Это больше всех, чем какая-либо другая европейская команда. Таким образом, сборная Чехословакии в шестой раз становится чемпионом Европы по хоккею с шайбой. Это больше всех, чем какая-либо другая европейская команда. Финал. 26 февраля 1933 года. Соединенные Штаты Америки, Канада. На стадион собралось 12 тысяч зрителей. Матч обслуживает доверенно итальянскому рефери, Ранкарелли, и австрийскому, Брюку. Кадры финального матча на ваших экранах. Игра началась очень резко, на больших скоростях. И буквально уже на четвертой минуте американец, Шерман Форбс, вывел свою сборную вперед. Хоккеисты Канады смогли активизироваться. И на 13-й минуте, Горд Кер, сравнял счет в матче. 1-1. В итоге ничья 1-1 было зафиксировано на табло после 45 минут основного времени. Однако, уже в овертайме, на 51-й минуте защитник, Джон Гаррисон, обыграл канадского вратаря, Рона Геддеса, и забил победный и решающий гол. 2-1. Соединенные Штаты Америки впервые в истории турнира лишили Канаду титула чемпиона мира. И сами впервые стали чемпионами. Джон Гаррисон, защитник американской команды, стал героем матча. В американской команде, очень хорошо себя показали. Это, голкипер, Джерри Косби. И капитан команды, играющий в защите, Бен Лендмейт. В разных источниках американскую команду называют по-разному, в основном, конечно же, Массачусетс Рейнджерс. А также иногда, Бостон Олимпикс. Но все сходятся в одном, и это точно, в этой команде США играли уроженцы штата Массачусетс, в основном из Бостона. Сборная США, голкипер, Джерри Косби. Капитан команды, защитник, Бен Лендмейт. Защитник, Джон Гаррисон. Второй вратарь, Джим Брекенридж. Нападающий, Шерман Форбс. Нападающий, Чаннинг Хиллер. Нападающий, Фрэнк Холлэнд. Нападающий, Стюарт Иглхарт. Нападающий, Уинтер Палмер. И нападающий, Лоренс Санфорд. Йозеф Маличик из Чехословакии стал лучшим бомбардиром этого турнира. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok История европейского хоккея Записан по предложению любителей этого вида спорта и статистики Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok